Ни холод, ни снег не останавливают акции протеста в Киеве. Сотни человек остаются на площади независимости. Они греются у костров, кто-то молится, кто-то поет. И все требуют отставки президента и правительства, обвиняя их в том, что они продали Украину России. Как и 9 лет назад, большинство готово стоять до конца. Мы ожидали перемен, лучшие стороны. Я думаю, что наше правительство, которое бывшее, уйдет в отставку. И надеемся, мы переможем, потому что мы сюда пришли с первого дня и будем бороться до конца. Я считаю, что мы переможем. Мы хотим Европу, и Европа нам поможет. Европа звучит в лозунгах, представлено флагами, надписями на плакатах. Ее представители также появляются на площади. В воскресенье поддержать Евромайдан приезжали депутаты Европарламента. Живущие в Европе украинцы тоже возвращаются в Киев. Я не могла оставаться в Швеции и наблюдать со стороны, что происходит с моей страной, как они разрушают все, что мне дорого. Среди манифестантов можно встретить и представителей бывших советских республик, вступивших в ЕС, и граждан соседних стран-союзников России, которые внимательно следят за событиями на Украине, как этот белорус. Я приехал, чтобы выразить солидарность с украинским народом в этот ответственный исторический момент, потому что сейчас решается судьба даже не только Украины, но всей Восточной Европы. Остановиться, уйти с площади – ответ, как правило, один. Не может быть и речи, пока цель не будет достигнута. Возможно ли, что нас разгонят? Я думаю, такую силу народа невозможно разогнать, потому что это волеизъявление всего народа, поэтому думаю, что это будет покушением на народ. Это фактически невозможно. Вчерашний день в Киеве закончился тем, что с пьедестала был сброшен и разбит на куски памятник Ленину. Многие восприняли это как символ того, что пути в прошлое уже нет. Успи! Огонь, няко! Огонь, няко! Огонь, няко!